Привет, это Дмитрий Низовцев, канал Штаб, и сегодня у нас не очень обычное видео и не очень обычный собеседник у меня, отец Георгий Сухобокий. Он священник, но не такой священник, которого вы обычно представляете себе, такой батюшка там монолитный, нет. Георгий Сухобокий ведет очень активно соцсети, он снимает ролики, он снимает тиктоки, дорогая моя молодежная аудитория, тебе будет это интересно. Ссылки на его соцсети мы обязательно дадим в описании, подписывайтесь не только на нас, но и на него. Но рассказать о нем мы решили не потому, что он в соцсети ведет, кто из нас сейчас не ведет в соцсети, а потому что его пытаются уволить. Уволить по совершеннейшему беспределу и отчасти, отчасти с этим связан Алексей Навальный. Друзья, братья и сестры, спасибо за такой вопрос, конечно это грех. Отец Георгий, здравствуйте, расскажите пожалуйста, что с вами случилось? Проразошла такая ситуация, по сути дела банальная с одной стороны, но как оказалось не очень. Вот некоторое время назад, как известно, Алексею Навальному была присуждена, наверное так лучше сказать, премия имени Сахарова. Ну и получается, что я, честно говоря, раньше немножко даже критиковал, ну когда Алексей что-то там говорил насчет Бога, насчет веры. И я так считал, что ну вот говорит, человек говорит, а конкретно-то какое дело мы можем увидеть вот в его, ну из его слов. И последние события, события последних лет, ну последнего года, так скажем, они меня начали все больше и больше убеждать, если говорить о Навальном, что его слова, они в общем-то стыкуются, сходятся с его делами, потому что человек, ну сидит. А у нас сама церковь христианская, она в общем-то построена на тех людях, которые не только сидели, которые не только там страдали за исповедание христианской веры, но и умирали. И вот эти страдания, которые сейчас человек испытывает, я говорю уже об Алексею, о Навальном, для меня, ну это вполне меня убеждает в том, что человек не просто говорит, но вот он и делает, он страдает за свои убеждения. По поводу Навального, меня спросили, не сарказм ли это? Это не сарказм. Я опубликовал картинку с ним, потому что считаю, что каждый человек, который готов пострадать за свои убеждения и страдает, достоин уважения. Ну я думаю, ну вот да, дали человеку премию. Ну могу ведь я просто написать, ну я просто веду блог, там и видеоблог, и блог в соцсетях, там в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте, что могу человека поздравить, просто сказать, что я жму ему руку, что я... Вы же просто написали, вы написали пост на Фейсбуке, да, с поздравлением, и не сказать, что это какой-то той, ну то есть у вас есть популярные посты, а этот пост даже не то, чтобы был популярный, там 17 или 18 лайков, да, всего лишь. Я опубликовал вечером, а на следующий день мне позвонил уже по телефону мой начальник и говорит, слушай, ну ты за этот пост, за эту публикацию, скорее всего, это, уедешь. Здравствуйте, дорогой, скажи, пожалуйста, что опять этот полк открыт устроил нам всю Россию, чтобы привлечь, так сказать, внимание органов, ты привлёк, спасибо. А что случилось-то? А ничего не случилось, давай мне, дураком не прийти, надоело уже. Навальный, Павальный, Украина, тебе это всё зачем? Ты пресс-секретарь и партии, да для чего всё это воду мутишь? Вы по поводу публикации могли говорить? По поводу своей публикации. Того это интересовались, возрадует меня. А вы мне что, угрожаете, прошу прощения? Ты не сказал, что я ни при чём. Единственное сказать, что у меня такого пресс-секретаря быть не должно. Ну хорошо, ты добился своего, но не будет. А как думаете, несмотря на то, что вот пост такой был, ну, относительно непопулярный, как так получилось, что узнало там начальство, узнали какие-то люди? В церкви есть такая присказка, скорость стука в разы превышает скорость звука. Она, наверное, не только в церкви, эта присказка. В общем, подозреваете, что настучали на вас? Я не то, что подозреваю, мне потом сказали даже, прислали рейшоты. Вот, сам начальник, собственно говоря, мне это и показал. Как вам сказать, когда ты, допустим, в Фейсбуке хочешь что-то заскринить, там видно же чуть-чуточку твой аватар. И он, видимо, не успел это в скриншоте просто подрезать. А я-то знаю, что у него на аватаре у этого человека стоит. И я такой думаю, ну, господи, ну на кого я думал тут есть? Батюшка, что будет, если у меня из рук выпала пятитысячная купюра? Вы ее поднимите и положите назад себе в карман. Точно так же икону. Поднимите и повесьте на прежнее место. А батюшка епископа, у которого были пресс-секретарем, он корректно с вами общался? Или там переходил за грани и переходил на какие-то нехорошие слова? Ну, по крайней мере, в телефонном разговоре. Ну, как вам сказать? Ну, такие просто жесткие формулировки, которые, конечно, ну, просто должны, наверное, были убедить меня в том, что никто теперь мне не поможет. Я вот сказал, ну, посмотрите, то, что я вам говорю, то я ему сказал. Говорю, посмотрите, но ведь человек страдает. Ведь мы сами были гонимы, наша православная церковь в советское время. Мы вот сейчас, ну, можем ведь к тому же самому вернуться. Неужели нам вот не страшно, ну, как-то не поддержать даже человека, бояться уважения свое проявить? Честно, я тебе скажу, я не верю, что он в тебе на себе. Потому что он системный, он человек из системной оппозиции. А что такое системная оппозиция? Ну, я же не буду тебе рассказывать. Сейчас вам грозит, я так понимаю, там, в ближайшие дни должна решиться ваша судьба буквально там завтра, послезавтра. Предстоит заседание, как мне сказали, епархиального совета решать, так сказать, мою судьбу. Ну, как минимум по поводу пресс-секретарства. Сколько ты зарабатываешь? Средняя зарплата священнослужителя варьируется от 18 до 25 тысяч. И даже в больших городах миллионников. До сегодняшнего дня я как-то не знал про вашу вот эту вот интересную интернет-деятельность. Вот можете о ней чуть-чуть подробнее рассказать, почему вы ведете соцсети Instagram, YouTube, TikTok даже? Я вообще, знаете, в пресс-службе церковной уже более 10 лет... Нет, вру, 10 лет, не более 10 лет. Более 10 лет это просто я в епархии тружусь. Ну и все это время я занимался пресс-службой, ну такой информационной работой, просвещением, чтобы людям немножечко хоть рассказать насчет того, что поставить церковную свечу, это еще не означает помолиться. Тик-Ток я вообще веду только с июля, с июля месяца, вот нынешнего 2021 года. В такой простой форме пытаюсь людям донести, что не все батюшки ездят на Мерседесах. Вот у меня Лада Гранта, которую я в 2019 году впервые вообще за руль сел. То есть я никогда не стремился, вот на Гранте езжу на такой простой обычной российской машине. Не у всех батюшек Мерседесы, не у всех батюшек какие-то там особняки, коттеджи, чтобы люди понимали, что есть батюшки обычные, такие же, как обычные работяги на заводах люди работают. Такие же вот и мы, простые работяги, трудяги, которые, так сказать, на ниве Христовой, на вот этом поприще, вот в этом служении занимаются. Вы даже молитвы принимаете, как я понял, там можно к вам обратиться, чтобы вы помолились за упокой или наоборот за здравие. Это еще не считается греховым. Есть такое, есть такое, да, люди пишут имена о здравии, о упокоении. Я читаю потом все это на службе, да, ну, чтобы как-то вот какой-то, знаете, это как ощущение консолидации с батюшкой. Здравствуйте, братья и сестры. Вы присылаете много просьб о молитве в комментариях под теми видео, которые я публикую. Прошу просьбы о молитве присылать только мне в личные сообщения. Еще какие-то у вас были такие резонансные посты, после которых вам говорили, охолонись, остановись, отец Георгий. Было, да. Из последнего я признаюсь честно, что не сторонник был не сторонник того, чтобы люди выходили на митинги в Беларуси. Я скажу почему. Потому что я понимал то, что людям просто разбивают там голову. Я понимал, но этого не хотел. Я видел, что некоторые священники высказываются за это, типа, там, вперед, давай на мины. Мне кажется, что все-таки такие вопросы лучше, если ты видишь, что тебе проломят голову. И если у тебя есть несколько детей, если у тебя есть жена, я все-таки не рекомендовал бы так поступать. Думаю, что наша задача больше сохранить человеческую жизнь. Вы написали про Беларусь или вы что-то сняли про Беларусь? Я снимал про Беларусь. Я просто переживал. Я знал людей, которые там живут. Я знал людей, которые страдают. Мне люди писали. И меня настолько это затрагило, что я просто начал говорить. Ребят, ну хватит, ваши там просто поубивают сейчас. И меня, конечно, и за это тоже говорили. Ну ты не лезь, а то уже тут международным скандалом попахивает. То есть вы не революционер ни в коем случае, но даже такие позиции не стыкуются с епископом. Я не революционер. Я не революционер. Я не оппозиционер. Я не тот, который там будет на броневичке вот так вот стоять с этим самым, с газетой «Правда». Не такой человек. Я как человек, ну хоть и православный, но мирской, я не думал, что среди священников вообще бывают люди, которые идут в разрез с такой, с линией РПЦ, МП. А есть вот кроме вас еще люди, которые там способны на какое-то свободное мышление. Или вы один такой, вам не с кем там, не знаю, даже поговорить. Я думаю, что большинство интеллектуальных людей, которые более-менее, так сказать, получили хорошее образование, конечно, они, вот, наверное, больше разделяют мою точку зрения, чем не разделяют. Но они не будут этого говорить. Просто тут же перестанут быть священниками и с ними распрощаются. Правда, что насколько быстро это произойдет, или будет ли какое-то время это еще терпеться в начальстве, это зависит от конкретного места служения. Потому что мышление какое? Если я служу в деревне, где, как говорит наше церковное руководство, три бабушки в храме, ну куда же меня еще могут отправить дальше, когда, если меня отсюда уберут, эти бабушки останутся без священника, и они будут постоянно докучать руководителю и пископу, говорить, владыка, ну зачем ты забрал последнего батюшку, какой бы он там ни был. Он может на самом деле быть там и алкоголик, и какой угодно. Но он батюшку, он службу служит, он худо-бедно справляется со своими обязанностями. И этим бабушкам он дает, так сказать, силы жить дальше. Пойду ли я на выборы и за кого буду голосовать? Считаю, что на выборы пойти нужно, что это дело важное. За кого буду голосовать, не скажу. Я завершаю вопрос тоже, а о вашей судьбе, вот вас сильно стращали, вам кажется грозит что-то там вообще страшное увольнение, но вы все равно не волнуетесь, не боитесь, или это кажется, что не боитесь? Что вам светит дальше, отец Георгий? Я, знаете, да, наверное, кажется по мне, что я слишком веселый, но просто отчего бояться? Шлепнул успокоительнее, все нормально, мне кажется, будет. Как священник, можете сказать, есть ли какая-то молитва, или вы просто перекреститесь и пойдете на эту самую встречу? Да, можно там по-крупному помолиться, много молитв прочитать. А вообще, в любом каком-то, знаете, сложном, сложной ситуации, я просто, вот есть такое крестное знамение, называется крестное знамение Иоанна Златоуста. Оно делается вообще большим пальцем руки. И вот так лоб крещу, говорю, Господи, огради меня, силую честного, животворящего твоего креста, сохрани меня от всякого зла. Вот так. Это одно из самых древних крестных знамений. Вот лоб крестишь и все. Скажите напоследок, чтобы люди подписывались на ваши соцсети. Спасибо, Господи, как там говорят, подписываться, ставить там лайки или чего, классы, вот, все такое, поделиться, все в этом духе. Спасибо, Господи. В ТикТоке и в других соцсетях. Спасибо, Отец Георгий. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, Господи.